всем привет меня зовут ирина я живу в китае и сегодня я расскажу вам о китайском чай какие существуют виды чая как правильно его выбрать и как правильно заваривать многие мои подписчики просили подготовить это видео поэтому по вашим просьбам я его делаю всего существует 6 видов чая это зеленый черный красный желтый белый и чай улун все они очень сильно различаются по вкусу также есть чай с добавлением цветочных ароматов ну например привычный нам черный чай в китае называют красным потому что когда ты его завариваешь цвет чая приобретает красный оттенок а черный чай выглядит совсем по-другому и вкус у него довольно терпи при выборе чая необходимо учитывать ряд факторов во-первых это вкусовые предпочтение человека сезонность и физическое состояние кому-то нравится более сильные и яркие ароматы чая кому-то более легкие кому-то цветочное поэтому если вы еще не определились какой чай вам приобрести лучше всего его продегустировать и посмотреть несколько видов если возможности попробовать чай покупка нет то вы должны самостоятельно его посмотреть оценить качество для этого нужно его понюхать аромат должен быть ярким и насыщенным а также форма и цвет листьев также должны быть хорошего качества у качественного чая должен быть аккуратный внешний вид стойкий аромат и мягкий вкус также вы можете выбирать чай соответствии с сезоном зеленый чай и цветочный чай рекомендуется весной зеленый и белый чай летом улун и черный чай осенью а зимой черный и пуэр в деловых случаях вы можете выбрать черный и зеленый чай высокого качества для того чтобы проявить уважение и вежливость а в момент досуга можете выбрать улун или пуэр с насыщенным вкусом а также нужно учитывать физическое здоровье и личное состояние человека например беременним женщинам не рекомендуется пить крепкий чай те у кого слабый желудок могут выбирать красный чай а те кто склонен к раздражительности могут выбрать зеленый либо белый чай также важно при выборе чая учитывать его сухость и свежесть чай который можно растереть в порошок двумя пальцами указывать на то что он сухой а если вы только можете его измельчить мелкие хлопья то это указывает что чай впитал влагу и он недостаточно хороший в целом можно сделать вывод что определить качество чай по его внешнему виду довольно сложно для новичка поэтому если у вас есть такая возможность обязательно пробуйте и дегустируйте чай перед покупкой и так вы выбрали чай принесли его домой и теперь как же правильно его заварить обычно на зеленый и красный чай на 3 грамма сухого чая добавляют 150 200 миллилитров кипятка если вам нравится более крепкий чай то добавляйте меньше воды и больше чая и наоборот если вам нравится более нежный и легкий температура воды который нужно заваривать чай также различается в зависимости от его вида но обычно это 80 90 градусов также если вы любите цветочный чай то его точно нельзя заваривать кипятком потому что он очень нежный такой чай лучше заваривать температуры 80 или 90 градусов также очень важна посуда в которой вы завариваете чай китай обычно используют фарфоровые чашки или глиняные чайники такие небольшие с маленькими стаканчиками поэтому если у вас есть такая возможность то лучше приобрести специально чайный набор и заваривать его в соответствии с традициями если у вас нет возможности приобрести чайный набор то рекомендую заваривать вот в таком чайнике это обычный стеклянный чайник который можно купить в любом магазине сюда засыпаете чайные листья и разбивайте его по стаканчикам также из чая могу порекомендовать вам тот который мне нравится это моли хуача или чай жасмина когда ты его завариваешь то чувствуется очень легкие ноты жасмина думаю рассказала я достаточно поэтому сейчас покажу вам все это на практике у меня вот такой чайный набор который состоит из трех стаканчиков и вот такого заварочного чайника обычно на юге в китае есть специальные столы где есть ведро которое подсоединяется сюда сюда кстати тоже можно его подсоединить но мне удобнее так то есть когда вода доходит до определенного уровня и и просто можно слить сегодня мы будем заваривать вот этот чай это обычный зеленый чай я уже насыпала его в чайник видите листы очень хорошие здесь нет никакой пыли листы все чистые и одного размера вот так и должен выглядеть хороший чай вначале нужно помыть посуду для этого наливаем немного воды стаканчики и также нужно промыть чай его нельзя сразу заваривать обязательно первый раз нужно промыть вот этой водой также можно помыть чашечки вода очень горячая 90 градусов поэтому будьте аккуратны обычно используют специальные щипцы но у меня их нет но если вы будете заваривать чай постоянно то рекомендую их приобрести так посуду мы помыли чай тоже и теперь нам нужно его заваривать температура воды 80 90 градусов для зеленого чая ну обычно 90 градусов разливаю чай вот таким образом держа чайник но мы подождем несколько минут чтобы он заварился и затем я его разорил и покажу как он будет выглядеть не нужно держать слишком долго иначе он будет горьким так разливая цвет у чая не должен быть слишком темным и слишком бледным то есть он должен быть примерно среднего оттенка и обязательно должен быть ароматной то есть у него не должно быть никаких неприятных запахов обычно с чаем в китае не едят ни конфеты ни бутерброды а вот такие пирожные которые изготовлены специально к чаю вот эти кстати сделаны из чайных листьев после того как гости выпили стакан чая обязательно нужно его промывать кипятком но я уже сделала и когда вы будете заливать воду в чайник не наливайте воду в середину а аккуратно добавляйте воду с края для того чтобы не повредить чайные листья возможно с первого раза будет неудобно разливать вот таким образом чай потому что чайник очень горячий но со временем вы привыкнете так же как привыкла и я чай который я заваривала делает жена брата моего мужа у нее в родной деревне очень большие чайные плантации и все наши родственники покупают у них потому что точно знают что там чай хорошего качества и очень вкусные поэтому вам при выборе чая тоже советую обращать на это внимание покупать только известные марки либо у тех продавцов у которых вы уверены и обязательно дегустировать перед покупкой в этом видео я не стала описывать конкретно каждый сорт чая но если у вас будут вопросы я буду ждать их в комментариях под видео надеюсь что вам было интересно со мной всем пока до скорой встречи